Игушетия дает старт еще одному крупному производству. Завод алюминиевых сплавов Реал официально открыт. Промышленное предприятие входит в группу компании Реак, специализируется на литье алюминия. Здесь в двух печах производят алюминиевые слитки методом полунепрерывного литья. Важный и значимый объект, который обеспечит десятки новых рабочих мест для жителей региона. Задачу, которую ставит президент нашей страны Владимир Владимирович Путин по обеспечению технологического суверенитета, правительством Российской Федерации оказывается поддержка для того, чтобы реализовывать такие проекты. И вы знаете, что завод по производству алюминиевых профилей, он был профинансирован частично за счет средств из федерального бюджета по программе развития Северокавказского федерального округа. Хорошее производство, которое сегодня налажено в республике Ингушетия на самом высоком уровне. Это большое подспорье создание добавленной стоимости на территории, новые рабочие места, налоги, социально-экономическое развитие. Поэтому, безусловно, я поздравляю республику, руководство всех тех, кто сегодня участвовал в строительстве этого объекта и сегодня уже вышел на работу, занимается производством. Хочу поздравить вас, пожелать вам успехов и успешной работы предприятия и его развития, как сказал генеральный директор, что впереди еще большие планы по развитию. Алюминиевое производство в республике запустили в апреле 2018 года, когда открыли завод Реак по производству алюминиевых профилей. Сегодня на предприятии трудятся 200 человек. Объем производства за 2023 год составил 8250 тонн, а завод Реал стал логическим продолжением этого важного процесса. Это большое для нас важное событие. Это алюминиевый кластер. Когда кто думал, что в Ингушетии алюминиевый кластер будет? Поэтому, Александр Владимирович, огромное спасибо, во-первых, что вы присутствуете при открытии данного предприятия для нас. И в действительности это невозможно было бы без поддержки федерального центра, без поддержки и ориентира, который нам дал президент Владимир Владимирович Путин. Я огромное спасибо говорю каждому, кто здесь работает. Руководителю хочу сказать, директору огромное спасибо. Вы вносите вклад и выдерживаете ориентир нашего президента. Президента, который сказал, нет незаменимых вещей, которые бы в России мы не смогли бы сделать. И как неотъемлемая часть республики Ингушетия сделала такой, мы смотрели сейчас Реак, где профили поставляются, можно сказать, по всей стране и за рубеж. Кроме того, мы сами, то бишь, завод производим, теперь плавим алюминиевый сплав, и дальше вот через дорогу он продолжает свой путь. Поэтому важность этого для нас и в том, что здесь рабочие места, важность в том, что мы и налоговые отчисления в республику. Но самое главное, важно, и я хотел бы это сказать, что сегодня нас поддерживает и правительство, естественно, президент и полномочный представитель президента Юрия Кличайко, министерство экономики сегодня здесь у нас находится Сергей Макарович. То есть у нас мы сами даем повод, идею, и нам помогают. И в действительности тот вклад, который совместно с федеральным центром, с Северокавказским округом и в целом республике, правительством, мы сделали вот такое прекрасное дело. Я хочу вам пожелать, чтобы оно процветалось, как генеральный директор сказал, что мы не это будем еще развивать, мы еще будем расширять линейку продукции. Это душу греет, поверьте мне, это у нас, здесь. Поэтому хочу только одно сказать конкретно директору, всем здесь рабочим, технологам, специалистам в этой области. Спасибо вам огромное. На территории округа это единственное предприятие такого типа. Здесь две печи, благодаря которым из этих заготовок и лома алюминия создаются цилиндрические слитки. Уже из этого материала завод Риак производит мебельную, оконную и дверную фурнитуру. Мощность комплекса 100 тысяч тонн продукции в год. После запуска производства будет создано свыше 70 рабочих мест. В настоящее время здесь трудятся 60 человек. То, что раньше покупалось, та же фурнитура, она покупалась за границей. В Европе сегодня это делается в республике Ингушетия. И продается по всей стране, и даже на экспорт. Поэтому это очень хороший импульс для развития республики Ингушетия, для развития экономики, для создания новых рабочих мест. Суммарно, как я понимаю, на этих двух заводах создано 400 рабочих мест. И это здорово, это дополнительные будут налоги и занятость. Поэтому хочу сказать, что это поддерживается правительством Российской Федерации. Это абсолютно идет в русле импортозамещения, о котором сказал президент. То есть республика соответствует задаче, поставленной президентом Российской Федерации по технологическому суверенитету именно сейчас в этой отрасли. Ну и, конечно, хочу сказать слова благодарности команде, руководителям региона, тем инвесторам, которые сегодня вложили в экономику республики Ингушетия, при поддержке в том числе правительства Российской Федерации. Будем и дальше вместе работать, чтобы развивать экономику республики Ингушетия. До реализации проекта «Реал» компания «Реак» закупала необходимое сырье у сторонних производителей. Проект позволяет самостоятельно излома алюминиевых сплавов, производить необходимое количество слитков для собственного производства профилей, а также реализовывать другим. Во-первых, Оксанг Валентинович сказал, он для нас неоценим, именно для Ингушетия, а в целом для страны и еще за пределами нашей страны, во-первых. Поэтому только хочется сказать одно. В действительности без поддержки правительства Российской Федерации, а конкретно Александр Валентинович не просто вице-премьер. Он наш куратор Северного Кавказа, поэтому спасибо, что он приехал, увидел это и оценивает это. Но не сказать, Александр Валентинович, у нас МСБ-банк, мы соглашение подписали. Они в действительности большое, вообще большое финансирование, здоровое, здравое. И предприятие само, и само МСБ-банк, все финансовые доверились, поверили, что это реально ведь, и вкладывают. И поэтому сегодня я могу только сказать, задачу поэтапную, которую поставил президент Российской Федерации, председатель правительства, вы лично и правительство в целом, мы выполняем. Завод располагается на полутора гектарах земли. Бюджет проекта составил свыше 500 миллионов рублей, из которых 163 бюджетные средства и 372 миллиона – собственный и заемный капитал инициатора. Также мы особое внимание уделяем проектам, которые были приняты на инвестиционном совете при главе Республики Ингушетия. Они имеют разную стадию работы. Думаем, что у нас есть все возможности, чтобы этот год закрыть так же успешно, как и в предыдущих. Реанимированная швейная фабрика – также объект внимания Александра Новака. Предприятие запустили в 2021 году. Производственная мощность – 120 тысяч изделий в месяц. На сегодня численность персонала – 101 работник. Сейчас сотрудники трудятся над очередным заказом. Нужно изготовить 15 тысяч костюмов для работников нефтяной компании. После чего швеи приступят к следующему – 9 тысяч изделий спецодежды. Вот этот данный костюм на сегодняшний день стоит тысяч сантиметров. На большинство. Фабрика рассчитана на 1100 рабочих мест. В постоянном режиме набирают желающих научиться шить. Руководство фабрики бесплатно обучает молодых специалистов швейному делу. У нас не использована мощность половины. Сколько примерно процентов? За 60% не использована мощность. То есть показ, что за это это 40%? Смотрит Александр Валентинович. Нам вот это забить полную мощность. Рабочие у нас найдутся. Проблема в ИТР, технические сотрудники. Потому что если забить полностью цех, нужны хорошие технологии, грамотные. У вас все есть или вы готовите специалисты? У нас их очень мало. У нас по России их очень мало. Поэтому у нас есть взаимосвязь с некоторыми лучшими образованиями. У нас контрагент специальной работы, выискивает. У нас есть договоренность с крупными производителями, чтобы мы в командировку отсылали своих более грамотных людей, специалистов. Это высшее учебное заведение надо или это средне-профессиональное? Средне-профессиональное. Мы дальше здесь проводим практику. Они уровень наших уже действующих шеи, уровень выше, чем тех специалистов, которые получают учебные. У вас не готовят? Или можно подготовить? Вот смотри, вы их создали или не создаёте? Мы сейчас на 2024 год здесь на месте уже создали филиал. А специалистов, да? Да, да, да. Для этого. Ваших средних профессиональных учреждений. Вопрос-то был поставлен, чтобы Минэкономики, Минобразование, чтобы они с колледжами пришли к мнению, потребность даёт. Какие специалисты? Зачем нам готовить специалистов, те, которые вообще-то не востребованы? И вот этот процесс, он идёт уже. Сейчас они даже здесь на базе готовые помещения выделят, которые будут здесь учиться и практику проходить. Я понимаю, если есть потребность, то как раз и возможно. Да, вот я вот как раз начинал. Сколько человек нужно в год примерно? Там год не обязательно, нам надо, чтобы на каждый конвейер был один хороший технолог, один хороший технолог. Да, вот взаимосвязь, в зависимости от рабочих единиц, от 10 человек разовых нужно инженерно-технический состав. Я вот начинал, говорит, Магмуд Алиман Шаридович дал указания, наше Минобразование, у нас в основном гуманитарий. И он попросил, чтобы акцент был больше сделан на техническую часть. И вот после этого два профессионала технических колледжа уже непосредственно открыли факультеты по обучению именно швеи. На фабрике шьют все виды одежды. В производстве задействовано японское оборудование. Оно не требует больших затрат электроэнергии для решения сложных производственных задач. В планах руководства предприятия запустить дополнительные линии. Площади позволяют, условия есть. Муслим Ганиев, Джамалей Султыгов, Магаз-24.